Краевая библиотека в этом здании находится с 23 июня 1964 года. С момента постройки здания фасад ни разу не ремонтировали. Со временем Лепнина начала осыпаться. Сейчас подходить близко к зданию достаточно опасно. Вокруг здания уже два года висит сигнальная лента. Лепнина не выдержала проверку временем и постепенно начала осыпаться. Приступили к строительству этого здания в конце 50-х годов. Именно оно дополнило единую архитектурную композицию площади революции. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения. Однако фасад здания признали аварийным. Сейчас проект реставряции лицевой стороны Краевой библиотеки прошел госэкспертизу. Будешь искать подрядчика. Ремонт планируют начать, как только позволит погода. Начнем проведение самих работ с наступлением уже плюсовых температурных режимов, потому что вот такие ремонтные работы фасада, они могут проводиться максимум до минус 5 градусов. То есть я думаю, наверное, это где-то начало апреля, когда начнем потихонечку делать отбивку штукатурки здания, а потом уже восстанавливать. За все время работы Краевой библиотеки ремонтировали только несущие конструкции, читальные залы и крыльцо. Но вот на фасад здания деньги удалось найти только сейчас. 60 миллионов рублей выделили из краевого бюджета. Нужно понимать, что Краевая научная библиотека – это главная библиотека Красноярского края. Это наше главное фонтохранилище. Это главное вместилище книг в Красноярском крае, причем которое ведет огромную методическую работу в целом и для всего Красноярского края, для всей нашей библиотечной краевой системы. И мы тогда начали диалог с правительством. Надо сказать, что он не очень быстро шел, но нам удалось при формировании бюджета на 2015 год предусмотреть средства. Одно известно точно – здание не изменит свой облик. Специалисты вернут ему первозданную красоту. Лепнину 50-х годов должны восстановить полностью. Также здание Краевой библиотеки в скором времени покажет себя в новом свете. На фасаде появится подсветка. Я надеюсь, что жители города, гости края смогут увидеть обновленный фасад Краевой библиотеки уже в начале октября 2016 года. Требуются необходимые условия юридические. Конкурс будет объявлен. И все, кто хотят принять участие в конкурсе, могут принимать в нем участие. Для посетителей библиотеки ничего не изменится. График работы останется прежним даже во время реставрации. Екатерина Погорела, Александр Ольхов. Новости.